Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов с нами сейчас на связи. Здравствуйте. Добрый день. Да, приветствую вас и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, будем подытоживать из того всего, что нам известно, и в том числе о реакциях на визит президента Зеленского в США, на встречи как и с президентом Байденом, так и со всеми кандидатами, как и с Трампом, так и Камалай Харрис. Вот представление, вообще идея, представление плана победы, это уже конкретные четыре пункта, по крайней мере, известно о четырех, представлены и кандидатам. Вот этот политический ход, скажем так, что Украина уже делает все возможное, чтобы уже наконец-то закончить эту войну, что как минимум очевидно, что невыгодна эта война Украине. Но как вы оцениваете то, что был представлен план и кандидатам, и самому президенту? Ну, действительно, вы абсолютно правы, что Украина пытается действовать проактивно, Украина пытается реализовать инициативность и более того, подкреплять это конкретными предложениями нашим ключевым партнерам. И так, конечно же, наибольших странах, которые наиболее заинтересованы в достижении справедливого мира и долговременного мира, это, конечно же, прежде всего Украина, и это абсолютно очевидно. Про это, кстати говоря, во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявил и главный дипломат Европейского Союза Боррель. Поэтому, я думаю, все наши партнеры, и не только партнеры, это прекрасно понимают. А все, скажем, манипуляции, например, вокруг раскрутки бразильско-китайского плана, создание вот этой вот группы любителей мира и так далее и тому подобное, это, конечно же, больше не про планы урегулирования российско-украинской войны, российско-украинского конфликта. Это, прежде всего, создание еще одной линии такого дипломатического противостояния между Китаем и Соединенными Штатами, между демократическими автокритарными режимами, которые будут только, собственно говоря, углублять эту пропасть между ними. Ну, как видим, там и в видении, скажем так, глобальном, которое предоставила Украина уже давно миру еще на G20, это формула мира, один из пунктов есть, конечно же, территориальная целостность, что есть было изначально и в отдельном так называемом плане Китая, хотя на самом деле это в чистом виде декларации, как она была без Бразилии, так она осталась в Бразилии, только уменьшилась с 12 до 6 пунктов, соответственно. И, ну и, конечно же, и в этом 6-пунктовом видении также осталась территориальная целостность. И, кстати говоря, по моему мнению, не потому, что так привержены справедливому миру эти страны, которые пытаются найти еще и дополнительных союзников, а просто потому, что у Китая есть вопрос по оттаиванию, вопрос территориальной целостности для него чрезвычайно актуален, и он не хочет себе выстрелить в ногу. Но все-таки, возвращаясь к поездке нашей делегации, нашего президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, даже многие авторитетные издания западные назвали это «три недели Зеленского в Соединенных Штатах». Ну, «тыждын», да, «тыждын Зеленского». На самом деле, действительно, очень хороший. Вчера написал пост министра иностранных дел Сибига на Фейсбуке, кому интересно, прочитайте. Он довольно-таки лаконично, но очень конкретно описал весь уровень встреч, как непосредственно президента, как на полях Генассамблеи, так и в двусторонних встречах. Ну, и, конечно же, апогеем этой всей программы политической было две встречи с действующим президентом Джо Байденом. Одна на полях Генассамблеи, она больше была, как говорят, дипломаты все-таки на ногах. Вторая была широкая, углубленная, где, собственно говоря, и непосредственно Владимир Зеленский представил так называемый план победы, а по сути это такой силовой густ к формуле мира, потому что это про быстрые и решительные шаги наших партнеров до зимы по целому ряду объективных причин, про которые мы уже с вами не один раз говорили, потому что это уже после выборов Соединенных Штатов, потому что это зимний период, потому что это новое бюджетирование США и потому что, собственно говоря, это два политически мертвых месяца. Ну, декабрь как бы абсолютно, там рождественские праздники уже начинаются, и довольно сложно, надо быть объективным, в эту повестку каким-то образом интегрировать наш вопрос будет, ну, если только не произойдет чего-то сверхнеординарного. Ну и следующий, там где-то примерно до конца января примерно будет такая вот инерция. Поэтому, да, действительно, в этом видении силового давления на Российскую Федерацию и принуждение ее к справедливому миру, а именно такими понятиями артикулировал наш президент, да и, кстати говоря, и наши партнеры во время Радбеза поддержал прямо такую позицию, поддерживали абсолютно все, начиная от того же Борреля, который мы сегодня с вами вспоминали, так и до представителей государств Британии, Франции и других антипутинской коалиции, которые там присутствовали. Все прекрасно понимают, что исключительно языком демократии, к огромному сожалению, повлиять достаточным образом на Путина и на путинскую Россию, скорее всего, невозможно. И мы видим, что как раз только когда, скажем так, диалоговые позиции усиляются силовыми воздействиями на земле, ну, например, Курская операция, то только тогда начинают трансформироваться политическая позиция Российской Федерации и своего рода даже отрезвляться, да, потому что то, что заявляет непосредственно путинская Россия, это абсолютно неадекватно, это не требование, это просто какая-то жажда уничтожить Украину, решить ее субъектности раз и навсегда. Поэтому, конечно, с такой позицией никто не согласится. А мир, конечно же, как, кстати говоря, сказал Джо Байден во время своего выступления на полях Генассамблеи, которую, кстати, уже назвали исторической, Украину будут поддерживать мало того, что до победы, ну, так еще и до того самого, до сталого, то справедливого мира, согласно статуту Организации Объединенных Наций. Это чрезвычайно важно, сигнал как внутрь самой, самих Соединенных Штатов, так и на внешнем партнерам, не только там в рамках уже действующих коалиций «Рамштайн», кстати говоря, на которой очень скоро будет проговариваться детальный план помощи со всеми нашими партнерами на основании фон, собственно говоря, плана победы. Ну и на нейтральные страны, которые тоже должны понимать общую позицию справедливого мира. И что просто так безнаказанным государство-агрессор быть не может и идти на поводу. Тем более при формировании, скажем так, диалоговых позиций с полной идти на условия шантажа Российской Федерации тоже нельзя. Из кратких результатов, в принципе, уже наш президент выделил, конечно же, материальную помощь, довольно рекордный пакет, почти 8 миллиардов долларов. Это чрезвычайно важно, опять же, в контексте того, что мы могли просто их не получить, потому что в своем большинстве эта сумма недофинансирована еще с этого макрофина в 60 миллиардов, но которая рассчитана была на 2024 год. Но поскольку с 1 октября уже перезагружается новый бюджетный год в Соединенных Штатах, мы рисковали на самом деле эти деньги просто потерять. К огромному сожалению, это так. Но путем волевым президент Соединенных Штатов все-таки оставит эти ассигнования из резервного фонда, в том числе и Пентагона, и Украина получит все необходимое, даже более до конца этого года, в том числе эти финансовые и военные пола. Помощь будет продолжаться, скажем так, обеспечивая стабильность в военном смысле для Украины. Ну и опять же дополнительный пакет в почти 400 миллионов долларов точно лишним не был. Ну а с политической точки зрения, конечно же, наши партнеры поддержали нашу геополитическую инициативу, не то что инициативу, проявление справедливой позиции, давайте назовем это так. Потому что абсолютно ненормально, когда Украине рассказывают, в какие геополитические союзы ей входить, в какие не входить, что Украина абсолютно субъект на припринятие соответствующих решений, про что мы не говорили ни один раз, но очень важно, что это подтвердили и наши партнеры, что к справедливому миру нужно стремиться, что стороны готовы быть посредниками, помогать в этом. Вот буквально недавно, вот только что на наших глазах была встреча Зеленского и Ордогана, была встреча, вот опять же со Столтенбергом, который на наших экранах. Еще целый ряд встреч по подтверждению того, что Украина свободна в своем геополитическом позиционировании. Это чрезвычайно важно. Никакое требование государства-агрессора, куда нам входить, в НАТО, в ЕС или куда-либо еще, абсолютно не может быть оправдано, потому что это тогда не про справедливый мир и вообще не про мир на основании статута Организации Объединенных Наций. А если мир не готов жить по единым правилам международного права и Организации Объединенных Наций, ну тогда этот мир так или иначе погрузится в хаос и право силы. И тогда те самые финансовые расходы, про которые говорят сейчас некоторые западные страны, что для них это уже становится тяжело, еще увеличится в десятки раз. Ну и тут такая точка бифуркации, на которой нужно уже определяться. Либо мы проявляем единую сильную позицию, достигаем справедливого и длительного мира для Украины, что автоматически будет являться сильной позицией для всего мира. Ну либо, так сказать, наши партнеры и друзья проявят лояльность к плану Базилии и Китая, к неадекватным требованиям Российской Федерации и действительно тогда это грозит огромным проблемами, даже скорее всего коллапсу в целом мировой системе сдерживания и противовеса. Алексей, минутка у нас остается эфирного времени. Вы упомянули Рамштайн. Можно ли предположить, что вот участие Байден, Макрон, Шольц, Стармер и вероятное участие Владимира Зеленского, вот эта встреча Рамштайн и будет такой консолидированным ответом наших союзников на представленный план победы Украины? Ну на самом деле к этому все шло. Просто очень быстро напомню ретерспективу, да, потому что по той же далекобойности, да, как коротко артикулируем мы все, но на самом деле более расширенно это звучит, как возможность бить западным оружием вглубь территории Российской Федерации. Стороны говорили, уже провели целую, как это, ныску, да, соответствующих предметных встреч. Это была тема номер один приезда того же Блинкина Соединенных Штатов и министра иностранных дел Лемми Британии в Киев, где они уже проговаривали практические позиции, после чего буквально через несколько дней состояла встреча между лидерами Британии и Соединенных Штатов, соответственно, Джо Байденом и Стармером. После этого Стармер уже заявил, что, скажем, решение по так называемой далекобольности будет приниматься совместно тем странам, которые передают дальнобойные ракеты Украине, для того, чтобы проявить консолидированную позицию. И, опять же, он заявил, что более предметный диалог будет, скажем, на полях Генассамблеи, где будет приниматься окончательное политическое решение. Скорее всего, что Британия уже давно была готова к таким решениям, а вот Соединенные Штаты все-таки пытались в рамках своей политической кампании все-таки вести более такой затяжной диалог, как они считают, чтобы не провоцировать Российскую Федерацию к дополнительной агрессии. Но как раз вот на Рамштайне после довольно-таки удачного, действительно, как мы уже с вами говорили, успешного визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты как раз вот и будут проговариваться предметные шаги помощи Украине не только по вопросу далекобойности, но и по другим приоритетам Украины, в том числе и по системам ПВО и насыщения тех видов вооружения, которые нужны сейчас для обеспечения сильной позиции на поле боя для Украины. И вот как раз это та площадка, тот мостанчик, кстати говоря, по координации тех же Соединенных Штатов Америки, где были все последние встречи, на которые действительно могут приниматься уже практические решения на уровне министров обороны и глав штабов государств антипутинской коалиции. Поэтому я думаю, да, если мы после Рамштайна, возможно, ждем не политического решения, но уже вполне предметного решения на поле боя. И, кстати говоря, как по мне, это важно, потому что что для нас важнее, чтобы враг сейчас пострадал максимально от этого решения, чтобы мы могли достать до наиболее сладких целей в Российской Федерации или политическое объявление. Вот как по мне, главное первое, чтобы уже на поле боя непосредственно они узнали, я имею в виду государство-агрессора, про это политическое решение. Спасибо вам, Алексей, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям. Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова